В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Казани «Газель» протаранило сразу 10 автомобилей. Масштабная авария произошла на проспекте Универсиады. Впоследствии ДТП сняли проезжающие мимо водители. Подробности аварии мне найти не удалось. Однако точно известно, что обошлось без пострадавших, что уже большая удача. Остается надеяться, что страховки водителя «Газели» все же хватит на то, чтобы покрыть ущерб, принесенный сразу 10 автомобилям. Что, к сожалению, маловероятно. На этой неделе российские мужчины атаковали цветочные ларьки, ювелирные салоны и парфюмерные магазины. Так уж сложилось, что традиционно 8 марта в большей степени радует продавцов цветов, косметики и драгоценностей. И далеко не многие мужчины делают для любимых что-то из ряда вон. Однако в этом году в Казани все же не обошлось без действительно оригинальных поздравлений, которые женщины оценили по достоинству. В общественном транспорте города представительниц прекрасного пола поздравили мужчины в костюмах Стаса Михайлова и Валерия Леонтьева. Субтитры создавал DimaTorzok Серьезных поздравлений подготовились казанские студенты. Они устроили флешмоб у стен Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, один из жителей Казани решил поздравить любимую с Международным женским днем, поднявшись к ее окну на автовышке. О рисунках к 8 марта на грязных автомобилях мы уже рассказывали, но сегодня у нас есть возможность посмотреть, как же они появляются. Чтобы уместиться в хронометраж программы, следующий ролик мы ускорим. Ну и наконец мы не можем не отметить, что в этом году нестандартно подошел к поздравлению женщин и глава Татарстана Рустам Яниханов. Он посвятил представительницам прекрасного пола стихи. Ролик он выложил в свой инстаграм. Дорогие женщины, разрешите вас поздравить с вашим праздником. Дорогие женщины, разрешите вас поздравить с вашим праздником. И глядя на все это, я думаю, можно считать, что мы с вами, мужчины, отстрелялись. Притом достойно. С вами был Артем Захаров. До встречи.